Всем привет, с вами Тед, у нас в гостях Eternal, он же МВ, Протас, да, Протас, можешь сказать что-то, со всеми еще раз поздороваюсь, а то я тебя там, наверное, заглушил. Привет, Ютуб, привет, ребята. Да, все, супер, то это с тернами было важно, потому что, ну, их было двое, короче, ну, чтобы как-то отличали, если что. Тут нам будет проще, возможно, рассинхрон голоса, потому что, не знаю почему, там с Дискордом какие-то приколы, это, короче, ребята, не паникуйте. Вот, МВ у нас Платиновый Протас, на данный момент 2830, то есть, ну, в принципе, новичок как раз, который взял Платину. Давай посмотрим, кстати, по статистике, по статистике у тебя Протас сейчас 2.7, вот, ну, короче, в этом сезоне пока не активно еще. Да, в этом не очень. Ну, вот, отлично, давайте посмотрим сначала, что он играет, во-первых, что ты играешь, я уже буду с тобой, не со зрителями общаться, так будет удобней. Вот, давай начнем с первого реплея, и так, тебе видно, это там стрим идет? Да, я вижу. Да, супер. Супер. Так, тут еще в золоте. Вот, расскажи про свой план, собственно, примерно там по матчапам, или вообще. Ну, так сказать, плана так-то не было, просто сделать долгом много, думал, или сталкер, или пойти. Ну, короче, тебе как Протасу самая сложная задача предстоит, на самом деле. То, что если с зергом было вообще проще всего, там, на самом деле, 3 таких ровных, простых билда, плюс они все, грубо говоря, из одного открытия почти делались. Поэтому было достаточно просто это все подточить. Тебя же ждет самый этот, масштабная, короче, история по билдам в одной простой причине, да. Я ее максимально попытался сократить, но меньше 6 билдов не получилось. Там, если совсем правильно, 3 билда, но при этом 2 реакции. По одной простой, опять же, причине. Протасы самая уязвимая раса к чезам и к прочей всякой ерунде. Вот, сейчас как раз посмотрим. И поэтому, ну, нету такого стандарта, который бы мог совсем реагировать, да. То есть, как вот ты зашел, как раз, мастерным, смотрели вот это там, где терм встретил Протаса с двух гейтов. И вся реакция была просто начать строить СЦ-шку сверху, да. То есть, тебе сильно ничего не надо выдумывать. Делаешь все как обычно, только просто меняешь положение зданий, да. У Протаса же здания не летают, но они, катастрофически важно, где они стоят, в зависимости от того, что на тебя идет. Да, то есть, если к тебе идет там дроп, у тебя должны пилоны в одних местах стоять. Если к тебе в лоб идут, там в других, ну и так далее. Поэтому у Протаса все немножко сложнее, но я все попытался максимально упростить. Идея вполне простая, понятная. Максимально короткий срок поднять максимальное количество ММР. То есть, минимальное время, максимальное ММР. При этом, чтобы это было не просто поднятие, то есть, знаешь, можно на самом деле научиться фотонить в ПВП, там фотонить с Имморталом в ПВЗ, ну и там с Зилком в ПВТ фотонить, да. И, в принципе, поднимать ММР, но при этом навыки игры у тебя не прокачаются, ну, нужные для будущего, да. Ага. Вот, поэтому здесь максимальная вся заточка тех билдов, которых я тебе дам. Сейчас, одну секунду, я тут кое-что проверю сразу, чтобы не было дабл фейла. Включу видос, который мы только что записывали, послушаю, слышно ли там звук. Полиция армия в пуши. Да, все слышно, значит, все отлично. Вот. Надеюсь, ребят тоже было слышно недовольно. Ну, вот, я здесь, как увидел, что против Ярга, подумал Зилота сделать. Угу. Ты как раз против раннего пума попался. Чик. Так, короче, сложнейшая защита от этих собачек. Вот. И, то есть, по сути, играя в билдочке, что я тебе дам, ты будешь, ну, планы на игру. Ты будешь прокачивать нужные умения, ну, и быстро совершенствоваться. Так, расскажи про контрольные группы. Я смотрю, у тебя есть, значит, гейты. Ну, да, у меня армии от 1 до 3, и 3 до 5, и там уже на шестерку это влучение, на пятерку это нехсус. Смотри, сейчас я вижу у тебя, нехсусов нету, и армия тоже нету, и в 2 час, наверное, да, армии? Мм, да. Ага, супер. Ну, если там есть много этих сталкеров, то там уже нажимаю на блок или на 1-10, или архонты там. Супер, смотри. Короче, вообще, сразу расскажу тему, которую примерно, как я предлагаю, тут все тренить. Я, на самом деле, рекомендую взять и на пустой карте или с ботом, ну, вот, типа, если в контексте недели мрать, то две игровые где-то сессии выделить именно 2-3. Да, именно на игру против бота. И, ну, это вот самое прикольное в том, что ты там в спокойной обстановке научишься просто ставить здание в нужные точки, строить нужных юнитов. Короче, ты научишься делать весь билд и не отвлекаться на ненужные вещи, да. И потом во время игры ты просто не будешь отвлекаться. То есть, там, рипер прилетел, ты его будешь отбивать, но при этом ты, как бы, физически будешь мышечной памятью помнить, да, что тебе там нужно поставить роба, что-то типа такого. Вот, ну, это просто вот как рекомендация, еще в конце упомяну это. Вот, окей, теран. Такая у тебя логика сейчас против терана. Ну, я хотел выйти вторую базу, но что-то мне не вышло. Чем? Супер, супер. Вот, на самом деле, мега прикольно. Мне нравится... Я просто увидел, что он не построил вторую базу, и я подумал, что это будет чист. Ага. Вот, на самом деле, очень прикольно. Мне нравится, ну, вся эта серия прям меня самого забавляет, поэтому интересно делать. Типа, зерк там прям новичок, да, Кай, вообще. Он, по-моему, играет очень-очень недавно. А ты сколько примерно играешь? Ну, я играл только много был, даже скин обкупил на тот-то. Ага. Ну, не знаю, где-то полгода играл. Ага, ну, вот, то есть ты дольше вот трохи играешь. Но тоже, в принципе, как бы новичок, и так вот этот... Ну, короче, видно, без плана, без Сим-Сити, это вот прям прикольно. А терраны, короче, попались один парень-алмаз, но ему, типа, было тоже интересно. Я, как бы, говорю, ну, ладно, так давай, как бы, вообще без проблем. Ну, то есть, как раз для этого... Ой, сейчас интересное столкновение будет. Как раз для, как это, для статистики, вот, типа, покажешь, работает ли это, если ты в алмазе, например, и взять эту же схему. Но, как я говорю, если ты в алмазе, лучше брать стандарт... Ну, он давно играет в алмазе, да? Лучше брать стандарты и учить самые-самые стандартные именно. Открытие билды, там, планы на матчах и по ним тренироваться. Вот. Но, тем не менее, как бы, история, как поднять ММР, скорее всего, для него тоже сможет сработать. А второй, как бы, новичок... Ну, я их посмотрел, и они оба, в принципе, там, и билды ровные делают. Ну, короче, терны какие-то такие, состарательные прям. Такие, что это... Как посмотреть, так не сказать, что они там прям, ну... Ну, новички, да. Ну, там, как бы, есть нюансы, но, как бы, нормально. Вот, и все, начинается у тебя войнушка. Мне нравится, что, в целом, с одной базы ты рез и тратишь. Чик-чик-чик-чик. Ну, тебя, скорее всего, додавит, как я понимаю, да? Да, да. Вот. Ну, мне кажется, я рано стал кататься. Я думаю, я мог, но на конце у него армии уже нет. Нет, ты тут, на самом деле, проиграл. Вот. Супер. Пойдем сразу, короче, показывать билды. Давай. Вот. Итак, смотри. В чем суть? В чем суть? Вот. Суть очень простая. Вот, если мы возьмем... Так, сейчас я удалю ненужное. Так. Если мы возьмем твои реплеи, то вот они длятся, в принципе, недолго. 6.37 и 9.47... Ну, короче, в среднем минут 7. Вот. И наша цель плюс-минус выдержать вот это же время, да? То есть плюс-минус, чтобы у тебя среднее время игры было 6-7 минут. Да. Вот. То есть нету цели затягивать это до 20-й минуты. Почему? 20-я минута, вообще, примерно динамика, короче, всего Старкрафта, да? Это вторая база уже до второй должна ставиться. Третья база до пятой минуты. Если у нас третья ставится, то там четвертая уже плюс-минус восьмая, девятая. Вот в этих промежутках, да? И получается, что в сумме вообще на стандартной карте у тебя 6 баз в сумме. То есть получается, что к 12-15 минуте у тебя должно быть уже 5-6 баз занято. И ты там максимально играешь в армаду, занимание позиций. Короче, это вот идет макроигра. В реальности к макроигре приводят только два пути. Первый путь — это два соперника не знают, что делать. Либо два соперника очень хорошо знают, что делать, и у них все получилось. Вот именно два пути, да? Мы же играем, на самом деле, с большего на средней, как бы, дистанции. Если мы хоть чуть-чуть знаем, что делать, игра не затянется реально до 20-х минут, ну, практически никогда. Вот и все, да? То есть... И реально, когда ты делаешь все хорошо, но при этом даже если у тебя что-то не получается, у тебя вот игры в среднем 7 минут будут длиться конкретно вот по вот этим билдам, что я сейчас тебе дам. Дам. При этом установка достаточно простая. В PvP это самый, на самом деле, с технической точки зрения сложный, да, матчап, если его разбирать с точки зрения правильной игры и правильного выхода в макро. Потому что очень много вариаций, очень много взаимодействий там, ну, прям, и все они катастрофически важны, и поэтому он самый сложный, и поэтому мы его максимально упрощаем. Однобазовый Алын Блинк Сталкерами. Против Зерга учимся пользоваться Сентрями и максимально, опять же, сокращаем матчап, упрощаем его Иммортал и Сентри Алын. Вот. Против Терана у нас будет билд такой Алын тоже с колоссами, но он самый-самый длинный, при этом с хорошим планом на игру. Давай начнем с короткого, Блинк Сталкеры. Вот. То есть я тебе даю сейчас вот эти все реплеи. Угу. Ну, сейчас мы их всех разбираем, естественно, потом я их тебе там скину, тоже можешь их скачать. По ним ты, грубо говоря, сравниваешь, да, то есть как учить билд. Ты берешь, в билде всегда есть какая-то контрольная точка, то есть в этом будет контрольная точка 4.45. Вот. Сейчас до нее долистает. Что-то 4.45 я должен выйти к нему. Не, не выйти здесь. Ну, сейчас мы до нее долистаем, я тебе точно скажу. Да, и как бы, ну, такие точки в каждом билде будут. И, ну, так проще понимать. То есть, хорошо ты делаешь или плохо билд. Вот. И, 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 и сейчас. А что делать, если я играю в микро, но не могу закончить? И я не знаю, как перейти в макро. Просто начинаешь следующую. То есть, не нужно стараться там, почему не нужно стараться выходить в макро, да? То есть, даже я там на стримах частенько могу сыграть что-нибудь прикольное, или даже играть вначале в макро, но потом там потерять много рабочих на чем-то. Я понимаю, ну, ладно, я могу сейчас начать строить рабочих и выиграть эту игру, да? Через какое-то время. Но это время будет очень долгое, и мне выгоднее сыграть за это время еще две других игры и взять больше ММРа, чем если бы я даже эту выиграл. Вот. То есть, самое важное понимание, что ты во время игры получаешь какой-то навык вот в момент, пока ты знаешь, что делать. Как только ты не знаешь, что делать, в этот момент ты перестаешь тренироваться, перестаешь получать навык, да? И для этого вот есть повторы. То есть, ты до какого-то момента играешь, ну, в среднем, я говорю, это будет плюс 2 минуты, плюс 3 минуты к началу твоей атаки. Это среднее, да? То есть, вот смотри, вот тут 4.45, это ты на второй базе у протаса. Ну, много-много, скажу. Да, вот. У тебя 12 блинг-сталкеров. То есть, вот эта контрольная точка. Твоя задача, грубо говоря, к этой контрольной точке научиться приходить. Вот. И как понять, например, да? Представь, что ты пришел в 4.45, но тебя на 3 сталкера меньше. В чем проблема? Думаю, медленно все сделал. Да, не то, что медленно, а смотри, ты же пришел вовремя, значит, нормально. То есть, пропустил варп, не построил юнитов, да? Вот эти вот моменты. Ага. Да, ну, например, тебя 12 сталкеров, но ты не здесь. Значит, медленно делал. Позже там поставил гейт или еще что-то, да? То есть, когда есть контрольная точка с каким-то указанием, проще понять, где ты что-то делал не так. И потом, ну, мотаешь назад и смотришь. Ага. Вот. Теперь давай пройдемся по билду. Я тебе вот прям каждый аспект рассказываю, что... Что, где, что значит. Что важно, не важно, там, ну и так далее, да? Вот. Их пытайся фиксировать, там, запоминать. Потом пересмотришь, если что, как выйдет. Вот. А так это... Вот, смотрим. Итак, начало игры. Как легко, во-первых, выучить билд? По ралли-пойнтам. То есть, вот, ралли-пойнты с Nexus, в принципе, почти все в них укладывается, да? Либо в какие-то точки контрольные. Опять же, да? То есть, вот, первого рабочего заказал, ралли-пойнт в стенку. Да? Вот, например, привычка такая, может быть. Рабочий вышел, ралли-пойнт на минерал, да? Ну, или там, еще куда-нибудь. Вот. Да, на минерал. Потом следующий ралли-пойнт опять в стенку. Это, этот гейт будет. То есть, вот эти вещи, если анализировать, запоминать, там, рабочий вышел, сразу бустануть. Да? Видишь, буст кидается. Вот. Ловить, короче, какие-то взаимосвязи. И, ну, важен алгоритм вот этот действий. Вот. Итак, начинаем, да? То есть, я тебе тут так, по соплаям более-менее плюс-минут показываю, рассказываю. Значит, сразу ралли-пойнт. Идеально ставить пилон сюда, чтобы касался он вот краем вот этого пространства. Вот тут вот касался. Для простоты можешь начинать вот сюда ставить, на уголок. Вот. Для того, чтобы закрыться? Тебе не нужно закрываться, но стенка нужна. Как я говорю, матчап сложно, и, типа, вот если ты будешь подниматься, тебе будут залетать адепты. Вот, как раз-таки, стенка от адептов. Ну, в этом билде тебе адепты не страшны, поэтому, как бы, ничего страшного. Вот. Ставишь пилон. Потом идет гейт. После буста. Вот. На 17-м лимите газ. Следующий газ на 18-м. Ну, газы можно ралли-пойнтами как раз ставить. Вот. Ставишь два газа. После постановки газа пробка, видишь, какой путь делает? Да. Это путь посмотреть на фотонки. Называется. Вот. То есть первая пробка у тебя идет смотреть фотонки. Если тебя фотонят, он может уже забежать наверх. Вот, как раз-таки, в минуту пробка, если в минуту приходит, есть шанс, что это фотончик. Потому что фотончики едут после пилона к тебе. Ну, ты и что делать? Вот. Вот этим пробкой, которая у тебя сейчас, ты будешь на него правой кнопкой нажимать, на фотончика. Чтобы вот эта пробка гналась за ним. Это если он тебя фотонит сверху. То есть чувак, который тебя фотонит сверху. Ты просто, главное, без паники, да? Нажал на него. Вот он к тебе приходит, ставит пилон. Берешь еще одну пробку, нажимаешь правой кнопкой на его пробку. На его пробку. Вот. И математика фотонок. 2-3 пробки равно WS пробка. Да, то есть ты своих 2-3 пробки нажимаешь правой кнопкой на его пробку и все, забиваешь. 3-4 пробки WS фотонка. Вот вся математика. То есть пилоны не бьешь. Он поставил фотонку. Если он поставил близко, успел среагировать рано, 3 пробки. Если поздно среагировал, 4 пробки на фотонку. Правой кнопкой нажимаешь, она никогда не достроится. Вот и все. То есть у тебя в этот момент 16-17 пробок. Допустим, он у тебя приехал двумя фотонить, да? Берешь 2-2, минус 4. То есть у тебя остается 13 пробок. Допустим, он поставил к тебе 4 фотонки. 3-3-3-3. Все. Ты все фотонки убил всеми пробками. Ну, то есть он больше 4 поставить не может, а у тебя пробок хватает, чтобы убить 4 фотонки. Вот и все. Да, и он очень сильно упал по оконоке. Чего? Он говорит, что очень сильно упадет по минералам. Ну, то есть, да. Ну, короче, вот защищаться так, да? Самое главное, что он под технологией провалится. Как бы у тебя гейт, у него форжа. Вот и все. Фотонки отбил, все. Ты как бы победишь, я тебе потом покажу как. В этом твоя сложность будет, что тебе нужно будет еще один топ-билд знать. Да, хорошо. Вот. Да. Тут, короче, смотришь, фотонки есть внизу или нету. Если фотонок нету, тогда кидаешь буст в Nexus, ставишь второй гейт и как только достроился второй газ, на него у тебя должно уйти 3 пробки. В итоге, вот у тебя так, первая контрольная точка, минута 20. 3 рабочих на одном козу, 3 на другом, 14 на минералах. Затем ставишь кибернетку, пилон. У тебя аж 16 рабочих на минералах. Все, полная база, минута 40. А почему пилон был для газа? Чтоб довар проработал быстрый. Ага, понял. И чтоб можно было батарейку поставить. Окей. Вот. И дальше пробку отправляешь. Сейчас. Вот смотри, она бежит куда-то в край карты. Можно сюда, можно сюда, можно сюда. Ну, неважно, да? То есть, куда-то в край карты. Расстояние от третьей базы ТОСа, любой третьей базы. Да? То есть, вот эта третья база, вот эта третья база. От нее через экран. То есть, вот экран заканчивается, вот тут я должен стоять. То есть, если моя цель, например, вот этот угол нападения, то я стоял бы где-то вот тут вот. Вот. Ну, желательно в углу, чтобы тебя не нашли. Вот. Дальше. Еще одна пробка заказывается, больше пробок не строим. То есть, всего у нас 18 пробок. Достраивается кибернетка. Вот это первая контрольная точка. Тут, короче, если супер идеально делать, это можно на второй минуте сделать. Я для тебя специально делал чуть-чуть, ну, с таким погрешностью, грубо говоря. Она сильно не играет роли. Короче, как легко запомнить билд? Из гейтов ты должен сделать 6 сталкеров подряд. То есть? То есть, смотри, вот у тебя 2 гейта есть. Да. Ты заказываешь 2 сталкера. Они строятся 30 секунд, да? Да. В арбгейт учится 100 секунд. То есть, 3 раза по 30 секунд у тебя есть. Соответственно, пока учится в арб, ты должен сделать по 3 сталкера из каждого гейта. В сумме 6. Одно время. Да. То есть, вот, если все правильно делаешь, то у тебя вот кибернетка только достроилась. У тебя 2 сталкера, в арбгейт. И у тебя, в принципе, есть на 3 пилон. Который сейчас уже нужен будет. Но можно поставить твайлайт. И потом поставить 3 пилон. Вот. Желательно сливать в 0 ресурсы. Видишь, у меня минеральчик 0. Вот. То есть, если он не у тебя в 0, значит, все делаешь правильно. Вот. Что делает вот эта пробка, вторая, которая вышла? Она стоит вот тут. Просто сделай себе привычку, что она должна тут стоять. Вот и все. Ну, конкретно ее задача в реальной игре, это этот. Как его? Батарейку ставить от адептов. Стенку закрывать. То есть, к тебе летят адепты тени, ты ставишь сюда батарейку, они не пробегают. Вот. Задача, если ты в макро играешь. Вот. Смотри, вот это дополнительная миссия. Как я говорю, пока учишься делать билд, начинай всегда с того, что ты просто строишь. Да? То есть, ты можешь даже все вот это вот делать, что я сейчас делаю, вот в этом промежутке. Да? То есть, сократи весь свой этот, ну, все свое дело вот в этой точке. То есть, у нас сколько здесь? Смотри. 3 пилона и 3 здания. 4, да? Это все можно сделать вот на этом пятачке. На одном экране. То есть, ты следишь за газами, за пробками, и у тебя на этом же экране все строится. Вот. Это первый этап учения билда. Второй этап это построй там, где надо. То есть, когда у тебя получается в 4.45 прийти в атаку там 12 сталкерами, научись приходить с 12 сталкерами в атаку, но при этом пилоны ставить где надо. Ну, для будущего, да? Вот. Да. Это вторая стадия учения билда. И третья стадия это делай то, что надо. И вот как раз таки здесь, вот этой пробкой можно разведать прокси старгейт, а первыми двумя сталкерами там прокси роба, например, пробежаться, разведать. То есть, пока учишь билд, вот эти все действия не обязательно делать, можешь отправлять все к нексусу там, ну, типа такого. Но я тебе сразу с действиями сделал билд, но я тебе сразу с действиями сделал билд, ну, чтобы так запоминал. При этом как бы, ну, пока с ботом, грубо говоря, учишь, можешь даже учить вот все на пятачке, чтобы было на одном. Да нет, я думаю, так лучше сразу делать, как ты. Да, то есть, прям в целом так, смотри, как удобно. Объясняю, да, то есть эта пробка едет смотреть прокси старгейт, то есть, ну, вот такие классические локации для старгейта объезжает. Вот, первые два сталкера прокси роба ищут, вот, вторые два сталкера идут в минеральную линию, чтобы если ты пропустил адептов, то, ну, там было хоть что-то. Вот, по итогу, закончился, когда твайлайт достроился, учим сразу же блинг и ставим гейт. Вот, смотри, на минералы на газ, опять все по нулям, прям ровненько, вот, в итоге у нас два буста было кинуто в нексус, и все остальные бусты будут в блинг. Вот, в этот момент, в этот момент, на третьей минуте заказывают еще два сталкера, вот, сейчас произойдет, опять смотри, на минералы, опять ноль, да. Ну, вот сейчас, наверное, надо пилон делать. Вот, все супер плотно, да. И вот сейчас 3.10 мы идем вот этой пробочкой и ставим пилон, то есть она у нас пряталась, плюс-минус пилон ставится вот так вот, в 3.20, в 3.30 ты должен его успеть поставить. Вот, все. Потом вот это вот маленькое действие, тоже я вот здесь сделал в реплее. Когда поставил пилон, сталкерами к углу карты подбегаешь, к углу главной базы, и ставишь батарейку в этот момент. В чем прикол, это тайминг оракла, то есть если к тебе сейчас оракл летит, вот сюда ты его словишь. О, это рандомная штука, делать тебе этого прямо сейчас не надо, к тебе, возможно, ораклы будут к пятой минуте пока что прилетать, а не в 3.30, да. То есть, тебе для этого батарейка будет стоять, ну, как бы все, что надо есть. Ну, это так, мелочи просто объясняют, зачем это происходило. Вот, и как только выходят два сталкера, твоя задача поставить здесь четвертый гейт. Если пилон не нашли, если нашли, ставишь вот здесь еще один запасной пилон. Вот, и 6 сталкеров, выдвигаешься вперед, делаешь до варп трех, Закрываешься пилоном, кидаешь последний буст в блинк. Все, в итоге блинк у тебя выучен в 4.25, 4.30, и у тебя еще один варп идет в 4.30. По сути, два варпа делается. Достраивается гейт, таким образом в 4.45 ты имеешь 12 сталкеров. Здесь. Что делать? Могу закончить. Что делать? Ну, я думаю, нужно прыгнуть. Да. То есть, все твое микро будет сводиться к тому, что ты будешь блинкаться вперед и прожимать правой кнопкой по сталкерам вражеским. Самое главное, там стоят имморталы. Не жми по имморталам. Ну, долго. Будем долго убивать. Да. То есть, ты прыгаешь, максимально убиваешь всех сталкеров, что есть. Он, теоретически, если здесь вторая база, включает батарейки, там что-то такое, тебе это не страшно. Ты их будешь убивать, если ты просто на них правой кнопкой нажимаешь. А, то есть, не убивать, не проходить их. Да. Что ты... Ну, короче, 10 сталкеров убивают одного. То есть, таким составом ты что делаешь? Ты прыгаешь, убиваешь одного, второго, третьего, четвертого. За 4 выстрела у тебя блинк прокулдаунивается. Ты делаешь блинк назад. Вот сейчас вот, да? 4.56 примерно, плюс-минус. Скорее всего, теряешь 2 сталкера. Плюс-минус. И, сделав блинк назад, на пятой минуте, ты спокойно делаешь варп еще 4 сталкеров. Почему я здесь варпнул 3? У меня ни один сталкер не умер против бота. Ну, у тебя не умру. Парочка. И поэтому здесь 4 сталкера варпаешь. И 5-10 делаешь еще один повторный блинк такой. Все, пытаешься додавить. То есть, как я говорю, можно до седьмой минуты варпать сталкеров, микрить, делать что-нибудь. Ну, базу, базу, как есть, так и оставить, да? Да, то есть, это все. Это одна база. То есть, забудь вообще про вторую. Понял. То есть, да. Из креативов максимум может добавлять что? Ты прыгнул, увидел Даркшрайн. Ставишь прокси-роба, чтобы потом у тебя был обсервер. Ага. Вот. И все. Ну, и максимально сосредотачиваешься на контроле. Что в итоге ты научишься? Ты научишься правильно развивать одну базу, приходить, микрить блинк сталкерами, и при этом делать доварпы не забывать. То есть, твоя задача основная, не только приходить вот это все делать, а еще и, ну, доварпывать. Как тренироваться конкретно, вот, например, против бота, как я рекомендую, да? Приходишь 4.45, может стать там сложного бота, тут что-то будет, ну, или среднего хотя бы, да? Ну, чтобы у него что-то было. Приходишь, прыжок, оклик, оклик, вот видишь, если не все выстрелили, тогда они убивают. То есть, оклик, пилон за два выстрела, оклик, пятая минута. Отблинкиваешься назад, делаешь даварп, ставишь пилон. Да, и сейчас вместе. Да, собрался вместе, пошел вперед. То есть, идешь вперед смело, подымаешься, прыжок, убиваешь, раз, два, три. Блинк прошел, блинк только прошел, сразу же назад, отходишь назад, даварпал, выбрал, добавил в контрольную группу, поставил пилон. Собрался, пошел опять по новой. А еще, если враг играет так же, как я, ну, такой же билд. А кто лучше, размикрит. Ага, понял. Да. Вот. Приходишь. Ну, а стоит там делать этих и морфолов, если там тоже сталкеры? Не, у тебя даже роба нету, играешь чисто сталкерами. То есть, твоя идея, не попробовать его законтрить с какими-то юнитами, а выиграть вот этим. Вот. То есть, приходишь назад, делаешь даварп, пилон. Вот. Ну, и опять же, как я говорю, с ботом рекомендую всю эту тему играть до седьмой минуты. То есть, почему? То есть, первые разы с ботом тренируйся прийти в 4.45, начинает получаться, попробуй еще потратить ресурсы. Вот, до седьмой минуты, да? То есть, это вроде бы легко. Вот. То есть, прыжок, 4 выстрела, пятый выстрел, отходишь назад, блинк прошел, блинкаешься, делаешь даварп. Но все это делаешь контрольными группами, да? То есть, вот у тебя гейты, выбрал сталкеров, добавил в контролку сразу же. Как добавить? Shift. А, Shift. Да, то есть, смотри, вот у меня, допустим, видишь контролки, да? Да. Вот смотри, вот у меня пробка на единичке, например, да? Да. Я вижу вот этих сталкеров. Я их выбрал, контрол-1 нажал. Потом, я там варпанул вот этих сталкеров. Я их выбрал, нажал, Shift-1. Видишь, уже 11 сталкеров. Ага. Выбрал, Shift-1. Ну, я даже не знал, у меня контр-1, контр-2. Вот, да, то есть Shift добавляет в контрольную группу. Есть еще кнопка украсть из контрольной группы. Это Alt. Допустим, случайно добавил пробку. Видишь? Да. То есть, ты можешь либо как-то собрать всех сталкеров, нажать Ctrl-1, все, пробка убрана, эти единички, да? Вот. Ты можешь нажать, например, F2, нажать Ctrl-1, опять пробку убрал из контрольной группы, да? Но, допустим, тебе пробка нужна в какой-то контрольной группе. Пробка здесь, это метафора, то есть, это может быть призма, к примеру, да? Вот. То есть, как тебе вот из этой группы очень быстро сделать и группу с армией, и группу с призмой, да? Это делается в один клик. Ты выбираешь вот эту призму и нажимаешь Alt-2. И она воруется из Ctrl-1. Видишь, в Ctrl-1 ее уже нету. Да, да. А на двойке создается группа с пробкой. То есть, вот мы берем две группы, сейчас это две группы со сталкерами и пробкой. Но, выбрав пробку и нажав Alt-2, она становится во второй группе, а первая группа без пробки. То есть, Alt ворует. То есть, вот у нас Alt-2, с пилонами, ой, точнее, просто с пилонами группа. Нажимаем F2, Alt-1. Все, первая группа без пилона. Вот. То есть, такую штуку тоже потрень. По контрольным группам. Назвал очень много, на самом деле, вот хватает вот этой базовой темы, да? То есть, Nexus, гейты, если юзаешь ее, да, контрольную группу с гейтами. И можно, типа, Roboster гейты еще на одну кнопку вешать. Я их вешаю на пятерку, некоторые вешают ее на тройку и через ТАП переключаются. Тут как удобно, да? То есть, тебе нужно две группы на армию, группа на производство, группа на Nexus. Это вот максимум. Это все будет пробовать. Вот. Так, поехали. Пвп, если против тебя фотончик. Вот это, вот это прям очень нужно. Да, то есть, как отбивать фотонки, я тебе рассказал, плюс-минус, да? там две, две, три пробки. Да, ну, так тебе нужно реагировать на фотонки, которые сверху. Потому что, ну, они рядом, ничего страшного, что ты спустишь пробок. Если тебя фотонят вот здесь, например, или тут, то у тебя реакция чуть другая будет. При этом, даже если сверху фотонят, можешь эту реакцию использовать. Она как бы работает. Просто чуть медленнее все будет. На, то есть, пилон гейт, газ, газ, после второго газа едешь в них смотреть. Предположим, что тебя вот здесь вот как раз фотонят. То есть, ты спускаешься и видишь, что здесь вот уже стоит пилон. Твоя реакция, смотри. Сразу же, отменяешь газ. То есть, один газ отменен. Ставишь форжу и закрываешься наглухо. То есть, форжа пилон. Этой пробкой убегаешь сразу же. То есть, она тебе здесь не нужна, ты ее куда-то уводишь, вот, в край карты. Нужно. Вот. Тем временем, пробок ты больше пока не строишь. У тебя остается 19 пробок. Я вот одну построил. Сейчас, наверное, ее отменю. сразу же ставишь пилон дополнительный, еще один, возле Nexus. Объясняю зачем. Если что-то пойдет не так и тебе вот здесь пробьют вот эту часть, то ты просто ставишь здесь свои фотонки, ну и как бы отбился. А батарейки нужны или нет? У тебя не будет батареек. У тебя вот здесь уже фотонка достраивается. Да, да. Вот. Если тебя правильно фотонят. То есть, фишка, да, что как бы, когда еще ребята начинающие, они бывают, знаешь, отсюда начинают фотонить, либо поздно, и еще нормально. В реальности вот сейчас уже фотонка достраивается. почти. Своё действие. Кибернетка, подальше от этого вот всего. Вот. То есть, зачем стенку закрываем? Чтоб пробка не попала наверх. То, что вот если он попадет наверх, не сделала. Да, тогда страйся ее убить. Там, 3-4 рабочих на нее скидывай. Вот. Зелок под бустом. Для чего? Чтоб прогонять пробку отсюда. То есть, чтоб он не мог поставить здесь фотонку, зайти пробкой наверх, и фотонка стреляет вверх. То есть, максимально не дать ему возможность видеть, что сверху. И фотонку вот сюда, вот стенку. Эта фотонка должна не попадать в радиус вот этих фотонок. То есть, если у него фотонка тут стоит, то ты свою ставишь там сюда, например. Если у него тут стоит, можешь ставить вот сюда. А если не успел, и фотонка уже у тебя там возле Next, это уже никак, да? Возле Next, если он сверху тебя фотонит, то ты на него спускаешь пробок, я же тебе рассказывал. То есть, это конкретно снизу. Чем силен фотон Rush снизу? Тем, что он ставит здесь пилон, здесь фотонку, и он как бы стенку начинает пробивать, и при этом ставит здесь пилон, и ты его прогнать уже не можешь, потому что фотонка снизу защищает этот пилон. Но он дольше. А если он сразу сверху начинает фотонить, ты его сверху пробками отбиваешь. Ну, сверху фотон очень слабый на самом деле. Вот. То есть, задача поставить зилка, второй газ потом добываем, затем сталкер, чтобы начать уже стрелять по фотонкам. Вот. После сталкера два гейта, роба, четвертый гейт, еще один сталкер, призма и обсервер. Все, два зилка сталкер, два зилка, зил, ты два сталкера выдвигаешься, призма летит, по дороге варпы четыре сталкера. Тут тебе как раз понадобится контрол-1 для всей армии, контрол-2 для призмы. Призму аккуратненько на уголке открываешь и на нее начинаешь засаживать юнитов. И вот такой вот тайминг тебе. То есть, если идеально отбился, плюс-минус 440, ты вот этим составом придешь к нему. Вот. Прямо учить, я вот это как бы не советую для начала, чтобы не перегружать, да? Тем не менее, у тебя этот реплей будет, и ты просто, если в какой-то момент понял, что тебя просто терроризируют фотонщики, тогда выучи вот этот билд. То есть, примерно такая логика. Если против тебя будут пытаться играть, к примеру, 9 ТОСов нормально, и один тебя фотонит, тогда нету смысла даже учиться. Да, ты можешь либо проиграть фотонщику, ничего страшного, либо отбиться от него, и попробовать также блинком его победить. То есть, это тоже работает. Если ты там пробками съел его пробок, а потом просто позже пришел с блинком. Вот. Да, но если тебя прям 5 из 10 фотонят, и ты там терроризируешься этим, тогда вот эту ответку выучи. Именно. Она работает. Так, следующий у нас ПВЗ. Давай ПВТ для начала. Давай. ПВТ самый плотный, масштабный у нас, такой, самый комплексный будет матчап. Вот. Но при этом билд такой своеобразный, не суперстандартный. Почему? Потому что в ПВТ, если ты будешь пытаться играть стандартно, развитие событий еще больше. Да, то есть, протасу против террона нужно знать, что, когда ты идешь ставить вторую базу, если здесь стоит инженерка, например, у тебя одна вариация будет от ветра, да, при этом, если ты видишь инженерку, и чувак играет в две базы или в одну базу, еще две ветки развития событий, да, то есть, по-разному нужно реагировать. Вот, если при этом он ставит инженерку, и у него вообще барака нету, это еще одна ветка. Вот, если ты пошел разведывать, и он стоит на одной базе, а ты ставишь вторую, еще одна ветка. Ну, короче, грубо говоря, к моменту, когда ты просто разведал его, у тебя, если ты хочешь играть стандарт, очень-очень-очень много веток развития событий. Ну, если прям хорошо играть. Да, если прям хорошо играть, их нужно знать, потому что иначе ты просто будешь неправильно реагировать и проигрывать от кучи разной ерунды. Ну, а стандарты это как? Вторая база там, 1.45, пилон, гейт, газ, Nexus, либо пилон, гейт, газ, кибернетка, Nexus, Nexus ставится минуту 30, минуту 20, вот так. Ага. Вот. Ну, Nexus уже строить после кибернетки, да? Либо до, ну, то есть там две вариации есть, да. Вот, какой план я тебе даю, который будет вслепую контрить, и, ну, грубо говоря, чем хорошо учить вот этот план сразу? Ты его научишься делать, научишься выигрывать, будешь поднимать ММР-ку, попадешь к терринам, например, там, Мастер Лига, да? И, например, начнешь с ними играть в, там, к примеру, посмотришь какой-нибудь гайдик там мой, и типа стандарт будешь играть, да, то есть там учиться через блинк, отбиваться от всех агрессий, выходить в быстрые 3-4 базы, вот это все, но какой-то из этих терринов решит поставить тебе инженерку, и вот тогда ты будешь играть то, что я тебе показываю, то есть это, по сути, слепая реакция на прокси-барак, на инженерку, на что угодно, да, вот это, на любой честерен, это слепая реакция, то есть ты должен будешь, если играешь стандарт, разведать, и сыграть вот то же самое, что ты будешь сейчас учить, по сути, будешь уметь отбиваться от часов, вот, и так, начинается все, ставим пилон, пилон ставим так, чтобы построить стеночку от рипера в будущем, то есть на этой карте нужно было ставить вот сюда вот пилон, вот сюда вот кибернетку, вот сюда вот гейт, это помогает для чего, рипер сюда залетает, бежит разведывать, и здесь у него тупик, то есть ты сюда там ставишь сталкера, например, и он убежать отсюда не может, ему надо возвращаться сюда, за это время он получает удары и умирает, вот, ну, даже если так ставишь, все равно нормально, то есть, ну, короче, нету критичности прям, конкретно в этом билде, вот, то есть пилон гейт, сразу же буст, после того, как пилон достроился, ралли-пойнт на газ, ралли-пойнт вниз, и ставишь второй пилон на рампе, рядом, не обязательно там в уголок или еще где-то, он просто здесь нужен для билда и, ну, в целом, хорошее место, да, такое, между баз, иногда помогает от прокси-бараков защититься еще от чего-нибудь, ну, такое, когда-нибудь узнаешь, зачем он, скажем так, типа, он когда-нибудь тебе пригодится, вот, и так, построил полную минеральную линию, да, и три рабочих на одном газу, ставишь кибернетку, заказываешь зилка, зилок, смотри, ралли-пойнтами, ралли-пойнтами, умеешь пользоваться, правой кнопочкой там, выставлять? ну, да, это, куда пойдет рабочих, на всякий случай, да, чтобы, да, это через шифт, да, это через шифт, да, два ралли-пойнта, почему не один, если ты ставишь один, ну, идея прийти сюда, если он идет по прямой, его по дороге встречает риппер, ну, и убьет его, это тоже нормальная, ничего страшного, да, типа, зилот все равно добежит досюда, все равно увидит, есть вторая база или нету, если он побежит сюда, то он еще и урон нанесет, то есть твоя задача, немножко не по центру его пустить, а куда-то вбок, потом сюда, ну, да, обойти, да, все, в итоге на 22-м лимите ты ставишь Nexus, ну, готовишься точнее его поставить, минута 45, вот так он получается, и идешь ставить второй газ, продолжаешь строить рабочих, сразу же сталкер под бустом, сразу же в аркгейт, отправляешь рабочих на газ, сталкер вышел, в итоге теперь спокойно переводишь рабочих вниз, с реллипоинтами, и сталкер их защищает, здесь же мы строим адепт, третий пилон ставим, и адепта тоже бустим, наверное, я надеюсь, сейчас посмотрим, адепта можно не пустить пока, нормально, а адепт для чего? ну, смотри, любая задача любого билда, в принципе, тратить ресурсы, да, то есть, вот они у тебя есть, эти ресурсы на адепта, ты их по-другому, в принципе, потратить не можешь, вот мы их тратим, ну, а в будущем он как работает, он защищает одну базу, сталкер другую, от рипера, то есть, тебе сейчас надо юниты на каждой базе уже, желательно, да, вот, тем временем, зилат прибежал, что он здесь делает? ты его просто через оклик пускаешь, то есть, по сути, когда зилат добежал вот досюда, плюс-минус, ты можешь про него вспомнить, выбрать его, и нажать оклик вот сюда вот, и он пойдет, он будет просто что-то бить, он что-то будет делать, это неважно, потом посмотришь, что он делает, он, возможно, убьет ксм-ку здесь, да, то есть, сейчас у тебя настроится ццшка, если им контролить, ты там убьешь, что-то поубиваешь, вот, примерно такая логика, вот, после адепта с интрю заказываешь, и вот теперь начинаешь строить рабочих на вторую базу, то есть, зилат тем временем умирает, кидаем два буста в экономику, робо достраивается, делаем три обсервера из робо, вот, в итоге, и один буст, ну, короче, потом реплей промотай внимательно, посмотри, куда бусты идут вообще и когда, что-то прям, это важно очень, про бусты, или не очень, да, очень важно, то есть, разница прям катастрофическая, ну, вот, точка контрольная, 3-30, да, резки, понял, да, там 3-40, например, у нас 10 рабочих здесь, то есть, если бы ты не бустил Nexus, у тебя было бы там 6 рабочих, и получается, у тебя на четвертой минуте просто-напросто будет меньше на 300 минерала, то есть, на 2 гейта, или еще на что-то, вот, поэтому, ну, если так, не совсем, типа, париться, тогда, как бы, и не очень важно, ну, по факту, вообще, важновато, чтобы четко попасть во все тайминги, вот, ну, да, 300 минералов, это немало, да, вот, в итоге, потом, как только гейты готовы, делаешь варвы двух сталкеров, здесь вообще, как бы, в принципе, билд сам по себе прикольный, и можно принимать решения, анализировать ситуацию, и всякое такое, да, вот, ну, мы тебе упростим пока что принятие решений, главное сам билд делать правильно, 3 обсервера, первый обсервер летит, смотрите, выход со второй базы террена, следующие 2 становятся, вот, у тебя угол мейна, да, вот он, да, вот ставишь их сюда, и сюда, следующие 2, что у нас получается, у нас здоровенный вот такой вот квадрат, который ты видишь, соответственно, у тебя есть возможность по миникарте, вот здесь вот, очень много времени среагировать, что что-то летит в твою сторону, да, вот, таким образом, своих медленных юнитов, которые у ТОСа очень медленные, ты оставляешь просто в минеральной линии на второй базе, вот, и вся твоя задача в этом билде будет какая, здесь ты ими следишь, почему, потому что, вот представь, что медивак вот отсюда залетает, у тебя время реакции какое, хоп, только секунды, поэтому среагировать и подойти юнитами, вот отсюда просто нету возможности физически, да, и они должны стоять вот здесь вот, вот тут, вот тут, вот эту всю, вот эту всю гурьбу, да, стоишь и ждешь уже, вот, а здесь у тебя будет возможность реагировать, как бы это, ну, знаешь, вот ты его здесь можешь заметить, он летит, летит, ускоряется, логика ясна, да, что если к тебе в лоб идут, да, как раз для этого первый обсервер летит вот сюда вот стоять, ну, да, я еще раньше увижу, да, то есть ты просто увидишь, что к тебе идут в лоб, и тогда, ну, только не здесь, а тут он стоит, тогда ты просто берешь и армии выходишь сюда, встречать, ну, в лоб, вот, что там, тем временем позади делается, вот, то есть в принципе, если на тебя в атаку не выходит, варпать больше не надо, то есть только хватит юнитов, если видишь, что идет атака, начинаешь просто варпать и строить там имморталов, то есть, в принципе, имморталы, батарейки, сталкеры, зилоты, просто тупо вот с двух гейтов начинаешь все тратить, дальше здесь на 4,10 плюс-минус, ставится два газа, ставишь робо-бэй и фаржа, и два гейта, в итоге тайминг, до 4,50 плюс-минус, у тебя две базы полностью накоплены, видишь, полностью две базы готовы в 4,50, вот, у тебя 5 сталкеров, адепт центриан, кстати, централь тоже можно кидать эти скауты, разведывать, ну, это так просто, что ей можно делать, вот, у тебя в итоге 4,50, вот тут обсервер, вот тут обсервер, видишь, то есть, сколько я всего вижу, ну, армия, ну, полный квадрат, да, да, то есть, здоровенный квадрат, полкарты, как бы, вот, и все, и отсюда, что ты начинаешь делать, ты делаешь призму, чуть-чуть до, но если все хорошо, тебя не харасили, не заставляли тратить лишние ресурсы, то до того, как сделать серу-бабэй, можно заказать еще призму, она тебе просто поток, и потом понадобится, этот товар будет, да, вот, пока она тебе не нужна, ты можешь ее вешать вот сюда, как дополнительный обс, тут открываешь, и пускай висит, типа, вот, ну, и все, в итоге ты все видишь, ты как бы защищен, ставишь плюс 2 гейта, и, в итоге, начинаешь делать колоссов, все бусты дальше идут только на колоссов, только на колоссов, следим за соплай-блоками, и все следующие пилоты, идут в основном для, опять же, ну, чтобы все видеть, то есть, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут тоже можно подкрепить здание, вот, в чем твоя, это, мех теран, вообще все равно, я думал, я просто думал, что колоссы не очень, там, против меха, протеторы, они как бы не очень, если играть, там, супер правильно, но, если ты супер правильно играешь, против правильного мех терана, ты это поймешь, скорее всего, на втором колоссе, и, опять же, у тебя нет выбора, да, то есть, сейчас такая динамика, что ты редко можешь разведать, что это, к примеру, что-то, и начать контрить это, то есть, у тебя, скорее всего, уже что-то есть, и у тебя будет вот колосс, какой тайминг против терана у нас, да, какая точка, 7.30, 7.30, ты приходишь, вот такая армия у тебя, куча сталкеров, кучка зелков, три колосса, и долар, Даш, как действовать, смотри, ты, в принципе, должен этим победить, прямо сейчас уже, идешь, да, доварпываешь, 6 гейтов, пытаешься победить, при этом, смотри, видишь, я строю еще колосса, вот, то есть, при этом, у тебя 6 гейтов, чтобы ты, как раз-таки, продолжал строить колоссов, то есть, что бы ни происходило, ты пытаешься, делать доварпы, если, из соплай блока выйду, а, вот, скоро, да, выйду, то есть, ставить пилота, делать доварпы, заказывать еще колоссов, колосс вышел, сразу еще один, вот, цель, опять же, научиться следить за мини-картой, научиться грамотно раскачивать две базы против террена, и дальше, какие развития событий, в целом, если там такой, био-танки, что-нибудь такое, ты должен этим победить, если там какая-то полная дичь, типа, турельки, пять бункеров, десять танков, там, да, типа такого, то есть, ты не пройдешь, называем это, э-витамины уже есть, там не просто, а, первый, первый ехал, да, обсерверы есть, заказывай еще, если что, сталкеры, колоссы дальше мин, поэтому, без проблем, вот, то есть, какая, какая фишка может быть, если ты, ну, не сможешь пробить, прям вот пробить, только кучу танков, то есть, если их уже, там, пять штук, шесть штук, я не знаю, и то можешь пытаться, как бы, да, то есть, ну, при этом, если в какой-то момент, ты вот играешь-играешь, и понимаешь, что, играешь-играешь, это значит, играешь, типа, десять игр подряд, например, да, и ты вот, игры 2-3, наламывался на танки, и понял, да, окей, пять танков я не пробью, ну, типа такого, да, то есть, ты понял, окей, 5 танков, что-то вообще не работает. То есть я на них ломлюсь и получаю люлей. Твое действие. Вот продолжаешь, вот все, что ты сейчас делаешь, только делаешь это вот здесь. Ты не атакуешь, просто стоишь на месте. Можешь колоссами там стеночку позабревать. Ну, то, что... Чтоб танки по тебе не стреляли. Вот. И все. То есть в чем логика? То есть если он заперся на одной базе, то то же самое. Тебе не нужно подниматься наверх. Просто жди, пока он выйдет с базы. Танки сильные, когда они здесь разложены десятером. То есть как только они сложились и поехали, атакуя. Вот и все. И еще вопрос. Абгрейт делать всегда или... Ну, плюс один, да? Потом плюс два, а твой лайта у тебя нету. То есть у тебя ни чаржа, ничего нету. Вот. И не надо этого делать. То есть просто вот строй юнитов. Такая штука. Если прям накопил кучу ресурсов, окей, тогда ну, можешь там поставить твой лайк, что-нибудь такое. Ну, то есть скорее всего ты вот без твой лайта вот так вот будешь приходить убивать. Ну, билд понравился. Мне думаю, его первого надо выучить. Да. Вот. И это против зерга. Это как раз таки почему я рекомендую именно с ботом, да? Сначала подучить. В спокойной обстановке, во-первых, быстрее выучишь, а во-вторых, ты сможешь начинать как бы против... Вот билд против террена и вот взять его там десять раз подряд сделать, например. Да, да, да. Спокойно, да? Потом после него против зерга научился. Потом против Тоса сделал, как бы, и все. Против зерга. Стенки... Знаешь, что это такое? Ну, с кем-то, вот, Чиза. Она не от Чиза, она вообще всегда ставится. Вот как в твоей игре ты бегал за кучей зерлингов, да? Да. Чтобы этого не делать, ставятся стенки. Вот. Как их ставить? Там зрители это... Смотрите, как этот... Предложечку там сверху у вас должно высветиться. Хотя я так скину ссылочку. Там у меня такой расслабляющий видос, как ставить стенки есть. Вот. По сути, просто... Если совсем базовая логика, ты ставишь пилон так, чтобы он доставал до всего прохода. Да. Вот. Своим полем. И в итоге в одну часть прохода ставишь гейт, во вторую ставишь кибернетку. Ну и потом третьим зданием пытаешься сделать так, чтобы была одна клеточка. Да, и засунуть зелоток туда. Да, это базовый принцип. Зелота тут не будет, но суть такая. Вот. Против зерга. То есть первый роллипоинт вниз ставишь пилон. Рабочие строятся без остановки. Как, кстати, и во всех билдах. Там остановка рабочих делается только в ПВТ, когда ты ставишь второй Нексус. Ну, там ненадолго. А так все время они строятся. Одна из отправных точек тоже. Если смотришь, типа, билд не получается, потому что тебе не хватает на какое-то здание. Смотри внимательно на количество рабочих. Ну, то есть сравнивай, сколько у меня и сколько у тебя там, например, на третьей минуте. То есть ищи. Если мало рабочих, значит, либо не строил, либо буст не кинул. Вот, ставишь гейт, идешь на разведку. Кидаешь буст. Газ. Разведка, смотри. Первая точка рядом со второй базой. Вторая точка у него в минерал. Вот такая у тебя разведка будет. Задача прийти, увидеть вторую базу. Если второй базы нету, еще один билд. Вот. Короче, если вторая база есть. Ну, это реплей типа вторая база есть. Да. Вот. Короче, там тебя даже, если вторая база есть, могут убить, потому что есть там чизовые вторые базы. Но это, опять же, это, знаешь, исключение из правил, скорее, чем, ну, типа, это часто будет случаться. Поэтому по этому поводу мы не паримся. Ставим Nexus, потом кибернетку. Вот. И продолжаем строить рабочих. Строим пилон. Почему я не строю узелка? Потому что у него есть вторая база. Ну да, раннего не будет. Да, то есть они могут прибежать там в 2.30, у тебя к этому времени будет юнит. Вот и все. Если ты все остальное правильно делаешь. Вот. То есть полностью наполненная база. Контрольные точки, как себе подбирать. Смотри, когда, типа, наполняются базы. Да, то есть это вот самые такие критичные моменты. То есть вот если у меня вот тут в 2.15 полная, например, смотри, чтобы у тебя тоже была в это время полная. То есть если у тебя вот здесь сейчас не хватает рабочих, значит, у тебя начало кривое. Вот. Получается, первый у нас идет адепт стеночку и сразу же роба на втором пилоне. После адепта сталкер. Если боишься, роба может ставить стенку. Угу. Вот. Ну, это не обязательно. Вот. Потом продолжаешь строить рабочих. Сталкера тоже бустишь и сентрю. Вот. В 2.50 вторым гейтом закрываешься. Вот сейчас тебе нужно уже закрыть стенку, а то, что сейчас могут начать бегать линги. До 2.50 не обязательно. На холд, естественно, знаешь, да? Или нет? У юнитов есть этот, короче, показатель. Ну, типа вот позиция. Удерживать брау. Да, да. То есть обязательно тот, кто в стенке стоит на удержании, иначе его просто протолкают. Так тоже можно. Когда робот достраивается, ставим сразу обсервера, в этот момент кидаем бусты в нексусы. Вот. А если там раннее бута будет? Вообще все равно. Ну, ты, типа, убьешь его. Потом имморталов бустишь, когда вторая база наполнилась, и один газ на второй базе, не два. Вот. В итоге у тебя полная минералка к четвертой минуте, полная, как бы, вторая база с одним газом в 4.10. У тебя 3 сен 3 сталкер иммортал, и твоя задача построить еще одного иммортала, построить 8 гейтов. имморталов мы бустим, призму тоже бустим. Подкрепляем стенку. Небольшое такое движение, которое поможет тебе там выигрывать сильных соперников, но пока можешь его не делать. Идешь, типа, занимать третью базу. Просто, ну, у тебя ребята пока что вряд ли проверяют третью базу на пятой минуте, скажем так. А так, типа, сильным соперникам лучше показать. Я тут иду ставить. Вот. Доварпы сталкеры в основном. Сталкеры с энтери зилки. Вот. Призма вылетает. Идешь в пуш. Делаешь еще доварп сталкеров. Вот. Сейчас против тебя может быть 8-10 муталей. И они будут вот вылетать. Это ранняя мута. Включаешь эти гвардиан в защитные поля. У тебя 12 сталкеров. как бы вообще все равно. Просто идешь и убиваешь его. Потому что у него по земле вообще ничего не бьет. Мута такой себе. Вот. Ну и все. И вот этим идешь, пытаешься убить его. То есть пытаешься контролить армию через единичку, призму через двоечку аккуратно подводить. Делать доварпы. Как-то слишком легко. Ну, типа, так и есть, на самом деле, да. в основном сила билда опять же в щитках. То есть старайся как минимум исполнять билд до вот этого доварпа в 6.20. В 6.20 у тебя еще вот 5 сталкеров и еще 4 зилка должно быть. армия ну, еще одна точка лимит 106 лимита. Вот. В принципе, отсюда ты должен продавливать. То есть как как вообще этим двигаться, как ходить? Смотри, стараешься постоянно вот так вот двигаться к стенкам. То есть если ты вышел в поле, тебя окружают линги и сила твоей армии падает. Это, ну, типа, о чем думать, когда ты это делаешь? Ты, в принципе, можешь пока, опять же, не париться, просто вот идти на него, да? Вот так вот. Как бы я это делал? Я бы, допустим, иду отсюда, вижу тут вот у чувака база, например, да? У него армия тут и армия тут. Я подхожу, делаю вот так вот и атакую сюда. Вот. У меня, видишь, куча армии вот и стеночки. Если линги подбегают, я делаю вот так вот и продолжаю драться. В итоге, вот, эффективное поле для лингов. А еще вопрос кого фокусить? Никого, а клик. А, а клик. Окей. Так же, как и с колоссами, то есть, ты фокусишь только в пвп, здесь просто оклик. Оклик, потом аккуратно, вот я бы поднимался сюда, например, линги подходят вот так вот. То есть, если там не линги, а рачи, да, например, тоже поднимаешься. Сейчас пофокусим немножко. Так вот. Сентерей добавить. Вот там, например, армия рачей небольшая, да, сейчас сталкерами их это просим. А еще сколько Сентерей так делать? Вот там посмотришь, как на выходе, там штук 6 будет, и все, больше варпать не обязательно, там тебе сталкеры, зелки будет. У тебя поэтому на один газ меньше, у тебя не будет копиться газ. Вот. Как против рачей действовать? Вот это, допустим, армия рачей небольшая. Против них ты можешь типа драться лоб в лоб, но твоя задача кинуть вот так вот в филды. Чтобы понимаешь, вот тут два рача дерутся, вот тут два рача дерутся, вот тут, а вот эти вот тут. Понял, да? То есть, вот такая примерно действия. Либо, 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 если он там прям рачами, например, прячется за хату, вот типа здесь, да? смело подходишь и он может пройти только сюдой. Там, сюда поставил. То есть, просто вот тренируйся ходить, окликать просто так в пустоту и филдами постоянно резать. При этом важнее до варпать и потратить ресурсы. То есть, прыгнуть на базу, если тебя не убивают, поставить пилонов. Вот это вот все. Это важнее. То есть, важнее идти в атаку, чтобы у тебя все время в атаке было ноль. Вот. Вот это ПВЗ. То есть, просто, на самом деле, суперэффективно. Если хорошо будешь исполнять, можешь выиграть серого этим билдом даже. Ну, серого вряд ли, но кого-то типа 6000 выиграешь. Серь. Ну, я играл уже против Алмата, но было там пару побед меня. Ну, такое. Вот, смотри. Сейчас просто вот варик, например, это единственное, что я для тебя пока не записал. Приехал, видишь, нету хаты. Тут, опять же, нюансы протосов. Твоя задача все равно, даже если нету хаты, идти наверх, смотреть, что там. И там может быть два газа пул. Газ-пул. Еще нужно прокликивать газ, понимать, это пул-газ или наоборот газ-пул, да? Точнее, наоборот. Вот. Еще нужно понимать, ставится ли вторая при этом. Посчитать дронов. Посчитать жизни пула, понять, это 14-й пул или 16-й. И против всего этого разные реакции. Да? Это если совсем правильно. Мы же возьмем одну базовую как против 12 пула. Потому что это самое опасное, что для тебя может быть. И как бы, ну, почему бы нет, да? То есть более-менее отбиться от всего сможешь. Давай. От нидуса. Нидус и грибов. Это забей. Во-первых, редко. Во-вторых, опять же, нидус грибы это два газа будет. Ну, и там своя реакция. То есть, нидус грибы убивается суперкруто. Там, какое-то время, когда этот, медоед что-то выпустил ролик, много чуваков из НГшных играло. Мне писали, как отбить. И там, ну, один раз на ладере попался, пять раз подряд против меня это играли. И все там угорали, как это легко отбивается. Ну, типа. Ну, не знаю, против меня попадались. Мне очень сложно было. Да, ну, то есть, я говорю, если ты правильно реагируешь на это, то в момент, когда грибы залазят в нидус, вот здесь появляется два иммортала, либо две грелки. И все. То есть, вот прям вот так вот. Ну, и он ничего сделать не может, потому что они, как бы, в атаке они хороши, грибы, но если тебя сейчас атакуют, то они, ну, ничто. Вот и все. То есть, это не страшный билд, если знать, что делать. Ну, если проиграешь, ну, и проиграешь. Ничего страшного. Вот. То есть, он редко встречается. Вот. Как мы реагируем, если здесь нету хаты? Да? То есть, нужно реагировать вот уже сейчас. Ты приехал, видишь, нету хаты, поэтому у тебя заранее должен раллипойнт сюда стоять. Да? Давай я вот на минуту откачу. То есть, вот у тебя стоит раллипойнт. Вот ты строишь рабочего на газ. Можно заказать три рабочих сразу. Приехал, нету. Сразу на Nexus сразу одного рабочего отменяешь, а этого ведешь вниз. Потом, потом смотришь. Потом, объясняю, потом не смотришь. Почему? Если ты сейчас как бы выбираешь реакцию, то есть, я вот когда разведываю, я в этот момент выбираю, какой один там из пяти путей мне сейчас выбирать из пяти билдов, грубо говоря, что мне делать дальше. Тебе это делать не надо, можешь даже не смотреть. приехал, хаты нету, делаешь вот так. Спускаешься. Сразу же гейт с дырочкой. Вот здесь вот. Сразу же пилон. Сила. Пустишь его и кибернетку. Все. Этого рабочего возвращаешь на газ. И строишь еще одного рабочего. Этот бежит домой. Первая разведка вот сюда вот жмешь на жмешь на минерал. Знаешь почему? Он тогда пробежит насквозь зилка. Рабочие, которые идут собирать что-то, они проходят насквозь юнитов. Поэтому домой возвращаешься, нажав на минерал. Не знаю. Потом еще один зилок. Здесь в итоге три рабочих достроилось. Ставишь газ пилон. И вот смотри, вот сейчас к тебе приходит кучка собак. Там штук 6-8 например. Начинают бить зилот, а они его убьют. К моменту, как они его убьют, появляется второй зилот. Он встревает стеночку. Как только он достроился, заказываешь два адепта и варп гейт. Если он на тебя вот сейчас шлет очень много собак, ты адептов начинаешь бустить. Часто останавливаются на 8-10 собаках. Тогда можно не бустить адептов. Вот этой пробкой, которая прибегала сюда, если что, ставишь на мертво стенку, пока адепты не выйдут. Вот. Достраиваешь рабочих на газ. Там как вспомнишь. типа тут не обязательно прям супер четко это делать. Вот адепты выходят, эту штуку отменяешь, ставишь Nexus. Вот. Дальше короче рассказываю. Есть супер правильная реакция. ты должен еще понять, тебя дальше прессингуют или нет и опасно адептами ходить или нет. Это понимается по газам, по поведению, по куче еще факторов. И типа классно адептами пойти в атаку. Твоя же задача просто построить вот это, чтобы у тебя в 2.40 было два зелка, два адепта. Это реакция на 12 пул. И в 2.50 роба ставишь. Все, в итоге у тебя стенка как бы обезопасена. Вот у тебя все есть. Просто продолжаешь строить рабочих. А если там такая ситуация будет, какая у меня у брэплей было, там много гипер было. Так типа они будут там как бы не с 12 пула и вопрос когда тут всегда важный тайминг. сейчас тебе пока ничего не грозит. На самом деле он пока только только тебя попытался что-то поделать, у тебя развивается вторая база. Можешь для безопасности батарейку тыкнуть вот так она поможет вот затем пустишь одного иммортала все это время рабочих строю по чуть-чуть вот к моменту когда у тебя закончится варпгейт изучится точнее строишь еще одного иммортала имморталов мы бустим вот ну и плюс-минус вот сейчас на тебя могут начать нападать вот эти гиблинги да и ты вот прямо сейчас с имморталом варпаешь две сен-три все в итоге вот у тебя вот такая вот установка на четвертой минуте вот второго иммортала когда заказал у тебя вот здесь плюс-минус семь восемь девять пробок может быть построено да у меня сейчас семь и две в заказе в этот момент ты останавливаешь пробок и делаешь раз два три гейта вот отсюда из робота ты делаешь призму отправляем ее к зергу сразу идем сразу вторую базу зергу бить призму чуть-чуть выходишь закрываешь стенку варпаешь еще две сен-три и как бы делаешь то же самое что и в прошлый раз я тебе показывал да в прошлой версии билда только намного раньше приходишь да ну приходишь кстати плюс-минус в такое же время только у тебя меньше гейтов но в чем суть если ты будешь затягивать тебя убьют вот как раз таки мутой да то что когда ранний пол у него технология раньше открывается потом если он захочет поэтому важно найти вот именно два иммортала призма обсервер призма почти готова уже выходишь то есть не надо ее ждать она долетит вот закрываешь еще стеночку и вот пока летишь все это делать можешь две пробочки заказать между делом да потом в центре карты остановился там два сталкера три зелка например все построил две пробочки заказал то есть пробки очень-очень на сдачу заказываются в итоге что мы имеем сейчас потому что приходишь 13 и три пробки еще заказываешь приходишь сюда вот таким составом делаешь товар получается вот товар после любых юнитов видишь я не выбираю я просто трачу все ресурсы под ноль то есть это не важно кого ты там варпаешь и на шестой минуте вот ты так вот атакуешь в чем прикол пока ты шел если ты успевал потратить ресурсы на парочку пробок еще ты не только пришел этим лимитом но ты и накопил себе полную минеральную линию на второй базе поэтому сейчас ты можешь позволить себе вот так вот плюс 3 гейта поставить то есть когда у тебя две базы ты можешь с 8 гейтов варпать вот ну и все логика такая же приходишь пытаешься его убить стенки стоять стоишь возле стенки вот так вот отстреливаешься вот если он пытается убегать можешь там бежать вот так вот чук-чук-чук-чук-чук наделать для него поле боя так сказать все если он там не пытается убегать поставил на холд вот так вот поставил армию и взял так вот филды сделал и все и видишь вот она у тебя стоит на месте дерется ты там филды много решает надо разница между выиграл проиграл тоже смоет кстати сейчас допустим вот здесь вот куча армии зерга и тут и вся она на тебя налетает ты можешь проиграть а если ты половину армии одним филдом убрал ты с одной половиной разобрался быстро потом бакс с другой половиной быстро разобрался вот и все вот то есть ну вот такая это реакция на 12 пул конкретно то есть если ты играешь против 12 пула это самое правильное решение против других пулов ты можешь конечно же и проиграть вот но тут опять же сейчас а почему у меня тут два против зерга так это а там я показывал просто бегать еще а если там быстрый авианос или эти террин battlecruiser да а вообще без разницы смотри я во-первых сейчас сразу рассказываю в канал там в дискорде в этот в реплее я скидываю сейчас вот эти все повторы для ознакомления в канале вводы там для тебя пусто потому что это все мои билды в отчетик потом типа скидывай грубо говоря так сегодня потренился там против ботов ну просто можно написать да потом типа следующий день бери там себе выиграл проиграл ну пишешь там на бумажку типа против террано зерга протаса к примеру сыграл там 10 игр там зергу проиграл 4 террано выиграл 6 то там не попались что-то типа такого вот ну и в отчетик ну и так плюс-минус каждый день пытайся написать в принципе чтобы там ну ловить типа динамику так сказать вот да то есть смотри быстрые авианосцы да вот давай прям вот этот сразу полистаем раз против террано то есть за счет чего они делаются прям быстрые во-первых обычно опять же там до алмаза это будут делать пытаться супербыстрые авианосцы где у них там без юнитов или еще что-то хотя в первую очередь придет зилот и его начнет там мурыжить стенку ему пробивать то есть будет это как сказать напоряжно так сказать ему собьешь немножко ему тайминги вот то есть затем если ты приходишь и там нету второй базы это ну короче смотри идея тебе во-первых научиться более-менее вот этот билд делать то что 90% ситуации скорее всего ты через него будешь отбивать ну к примеру быстрые авианосцы как их понять что чувак играет с одной базы да вот это самое главное ну а если я понимаю что он играет это поверь даже не поймешь авианосцы это или нет в этом-то весь прикол но при этом реакция у тебя будет одинаковая то есть вот здесь вот ты поймешь что он с одной базы а как ты дальше действуешь смотри то есть если на тебя прямо сейчас идут убивать тебя ты просто начинаешь строить юнитов батарейки и не строишь рабочих сейчас тебя чем идут убивать там геликом мариком танчиком да таким ранним чем-то вот небольшим как бы количеством войск с одной базы если ты это успел понять вот прямо сейчас зила там ну или просто там поднялся зила там там стоит уже 20 мариков и они там в твою сторону топают то просто на второй базе батарейки юнитов и юнитов бустишь вот это как бы реакция если к примеру вот ты тут развиваешься центря заказано все заказано но ты понял что он играет с одной базы ставишь получается батарейку пилон для батарейки бустишь варпгейт для начала бустишь апсервера чтобы понять против чего ты играешь вот в итоге у тебя строится два рабочих и вот если ты нормально играл бы да ты бы сейчас кидал бусты в рабочих вот но так как тут опасно ты кидаешь бусты сейчас все в юнитах ты заказываешь сначала заказываешь иммортала варпаешь сталкеров ставишь получается батарейку почему иммортал потому что это единственное что ты можешь сейчас построить боевое изроба да то есть у нас опции призма обсервер иммортал тебе нужно что то что дерется это иммортал вот я смотри если обычная логика билда когда все нормально идет ты заказываешь рабочих потом ты заказываешь технологические штуки что надо потом юнитов вот в таком порядке да то есть ты заказал рабочих две штуки такой смотришь так соплая блока нету значит пилон не нужен значит закажу технологию то есть там роба там иммортал опса неважно что что-нибудь из тех зданий вот нажимаешь на тех здания смотришь так они работают ну то есть иммортал заказан еще строится все нормально вот потом жмешь на гейты смотришь так ресурсы есть рабочие строятся технологии строятся могу там варпануть сталкеров например все варпаешь сталкеров в таком порядке идешь да в порядке когда ты защищаешься а не развиваешься наоборот все то есть ты сначала заказываешь юнитов потом ты заказываешь технологию потому что она дороже чем юниты и ну она чуть позже появляется для защиты потом ты ставишь оборону если надо статика и потом только ты заказываешь рабочих вот я сделал да то есть юниты вот я сделал иммортал под бустом и бусты естественно я втрачу уже в имморталов а не в экономику да поставил батарейку у меня гейты в кулдауне я сейчас варпануть не могу да робот строится батарейка строится сопла есть все окей могу заказать пробок вот сейчас я могу две пробки заказать раз два все смотрю дальше на гейты смотрю на иммортала вот заказываю еще одного иммортала тоже бущу его заказываем сталкера заказываем еще одного сталкера потому что гейт не в кулдауне вот сейчас могу либо два рабочих либо еще батарейка тут уже сам решаешь и у тебя бах в 4.30 долетает первый этот обсервер к нему на базу да и вот сейчас ты видишь там старпорты с тех лабами ну типа либо банши либо авианосцы да первый авианосец будет в районе там 5.20 5.30 плюс-минус в эти тайминги он прилетает как тебе от него защищаться тебе нужна батарейка тут здесь пилон дополнительный и тебе не нужен иммортал ты его можешь отменить если успеваешь если не успеваешь он у тебя достраивается в итоге нажимаешь правой кнопкой просто на нехсус чтобы имморталы стояли не тупили берешь сталкера в контрольную группу у тебя появляется там два буста пустишь гейты пытаешься как можно ну раньше варпать варпанул два сталкера смотри я иммортала сейчас не строю я закажу еще гейтов потому что ну иммортал не надо ресурсы есть опять гейт прокрутился барпаешь еще вот все в итоге смотрю ресурсы есть пару пробок заказал в итоге вот сейчас тебе прыгает авианосец обычно если прыгает он вот сейчас прыгает все 5.30 у тебя 11 сталкеров и есть батарейки в минеральных линиях соответственно ты его спокойно прогоняешь и продолжаешь просто сталкеров варпать вот прогнал авианосца можешь вот из этой же ситуации построить призму и вот этим бойском пойти его убивать ну да там больше ничего не будет да вот если ты опять же пришел не можешь его пробить по той же схеме пришел встал здесь поставил газы развил себе экономику поставил колосятню 6 гейтов ну и все как по тому плану да вот то есть ну вот такая реакция да то есть по сути ты так отбиваешься от всего тут главное опять же не пытаться спешить от чего-то отбиваться потому что это опасно а вот если следуешь билду у тебя как бы все вовремя появляется вовремя но вплотную при этом да то есть если ты знал 100% что это авианосец изначально ты бы мог там открыться вайдреев например да знаешь то есть у тебя вот в 430 ты вполне способен начать реагировать на него и у тебя как бы хватит там ну 12 сталкеров хватит выше крыши на этого авианосца вот и все да отсюда просто пошел там до варпы пилоны и ты ну и так далее вот я еще замел что ты строишь все вокруг нет это имеет значение нет а типа если совсем правильно да и совсем правильно то у тебя должно быть что-то типа вот так сейчас сказать в каждом билде короче по-своему вот я так скажу то есть идея в чем вот этот пилон он тебе дает возможность построить сюда батарейку а ну да это плюс быстрый доварп да то есть к тебе вот сюда вот летит медивак ты можешь сюда заварпать юнитов если совсем не успеваешь вот типа по-хорошему еще иметь пилон здесь и пилон здесь чтобы темные пятна убрать ну просто чтобы да пилон здесь чтобы реагировать чуть раньше на вот этот дроп он как обсервер типа будет служить такой небольшой вот а так с большего опять же тебя вот этот пилон убьет у меня вот этот пилон батарейку подкрепит типа опять же что там происходит вот если здесь есть пилон вот если этот пилон поставить ну здесь либо здесь я могу сюда поставить батарейку могу сюда поставить батарейку то есть ну опция открывает идут на меня в лобовую атаку я сюда ставлю батарейки это этот там банши либо крейсеры сюда ставлю батарейки То есть, с этого пилона ты можешь, по сути, реагировать на что угодно Ловнику, понял Да, сюда он здесь еще, опять же Сюда батарейка, сюда фотонка Все, у тебя дроп залетает Фотонка по нему стреляет Батарейка фотонку лечит Все это там, ну, удобно стоит Как бы, ну, такое Вот, ну и типа, да, такая логика Примерно, плюс-минус То есть, обычно, что-то типа есть Три пилона На них все гейты Три пилона, на них Вся технология, ну и все остальное Вот так вот, типа, чик Батарейка фотонка Батарейка фотонка, фотонка Тут, чтобы видеть Тут, чтобы видеть Плюс фотонка, плюс батарейка Плюс фотонка, ну, вот так вот Ага Но сначала юниты, потом фотонки всегда Потому что юниты ходят, фотонки не ходят А стоят одинаково На копейки Да, да Вот Какая логистика, короче Оп Да Ну, вот, короче, такая движуха Наверное, на этом, ребята Подписывайтесь там Ставьте лайки И, как это Поддерживайте Этернала Посмотрим, куда он придет Через недельку, да Будем следить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!